Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Итак, сегодня я хочу поговорить на тему главенства Духа. Главенство Духа Божьего. И буду много сегодня читать из Слова Божьего, поэтому я вас настраиваю, чтобы вы приготовились слушать Слово Божье, читать Слово Божье, быть в Слове Божьем. И первое, мы начнем читать послание к римлянам, восьмая глава с первого стиха. И я буду читать новый перевод. Итак, теперь нет осуждения живущим во Христе Иисусе. Потому что через Христа Иисуса закон Духа жизни освободил тебя от закона, ведущего к греху и смерти. Слава Богу, скажи на это, что закон Духа и жизни освободил тебя. Видишь, ты должен верить, что ты свободен. Свободен от закона греха и смерти. Но Дух Святой ведет тебя куда? К закону Духа и жизни. Бог исполнил то, чего не мог исполнить закон, ослабленный нашей греховной природой, послав на землю Сыну Своего в подобии грешного человека, чтобы тот стал жертвой за грех. Бог уничтожил грех. Бог исполнил это, чтобы мы стали праведными, как того требуют законы. И теперь мы живем, следуя Духу, а не своей греховной природе. Видишь, что нам говорит Слово Божье? Что у нас должно быть? Мы должны следовать за кем? За Духом Божьим, за Духом жизни, за Духом Святым, но не следовать больше за своей греховной природой. У тех, кто живет, следуя своей греховной природе, написано, все мысли устремлены на то, чего желает эта греховная природа. А чего она желает? Она не желает того, чего желает Бог. Кто живет, следуя Духу, думает о том, что желает Дух. Видишь, почему нам так важно следовать за Духом, быть вводимыми Духом, да? Потому что тогда мы думаем не просто, что мы что-то думаем себе, мы думаем, чего желает Святой Дух. Аллелуя! Думаешь ли ты, чего желает Святой Дух? Ну, иногда, может быть, на собрании я вспоминаю про него, я думаю, чего желает Святой Дух. Нет, нам нужно думать об этом постоянно. Мысли, управляемые греховной природой, в конце концов, приведут к духовной смерти. Видишь, что здесь? Какая есть опасность быть управляемыми греховной природой? Или лучше быть управляемыми Духом Божьим? Но здесь написано, а мысли, управляемые Духом, принесут жизнь и спокойствие. Мысли какие? Ты со мной? Алло? Мысли, управляемые Духом. Сейчас твои мысли, чем они? Кем они управляемы? Куда они? Куда они вообще движутся, твои мысли? Ты следишь за моей мыслью? Или твои мысли поскакали куда-то, они уже убежали, они где-то бегают, прыгают? Нет. Мы молились здесь, мы поклонялись, чтобы настроиться на волну Святого Духа. И мы хотим, чтобы Дух Святой управлял нашими мыслями. И что написано, что мысли, управляемые Духом, принесут жизнь и спокойствие. В другом переводе – жизнь и мир. Поэтому у тебя не будет страха, у тебя не будет депрессии, у тебя не будет разочарования. Многие люди, они имеют такие плохие мысли в своей голове, и поэтому какие мысли такой человек. Но здесь сказано, что когда мы следуем за Духом Божиим, когда Он управляет нашими мыслями, что приходит? Приходит мир, приходит спокойствие. И дальше написано, почему так происходит, вопрос. Потому что если мыслями человека управляет его греховная природа, то человек враждует против Бога. Понимаешь, это не просто, что я хочу, что хочу, то и думаю. Нет. Эти мысли начинают что? Враждовать. Противиться Богу. Так как враждует против Бога, так как не хочет, то есть на самом деле не может подчиниться закону Божьему. И те, кто подчиняется своей греховной природе, не могут угодить Богу. Вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь Духу. Это касается тебя или нет? Тогда можешь сказать «Аминь». Мы подчиняемся Духу Божьему. Слава Богу, да? Дух Святой должен быть главным в нашей жизни. Он должен главенствовать. Аллилуйя. Почему я так говорю? Потому что так сказал Иисус, что Он сказал «Я уйду, но придет Святой Дух». И Он будет говорить. Не просто, что Он сам будет говорить, а то, что Он у меня услышит, у Отца услышит. То есть, Он до нас доносит мысли Бога, желания Бога. Поэтому нам и сказано, что нам нужно подчиняться Духу Божьему. Слава Богу! И так как Дух, воскресивший Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Иисуса из мертвых, дарует жизнь вашим смертным телам через Духа, живущего в вас. Где живет Дух Святой, друзья? Он живет в нас. Он живет в нас. Это радостная вещь, друзья. Дальше написано, что Он не просто живет в нас, а написано «Люди, ведомые Духом Божьим, истинные дети Божьи». Как ты знаешь, истинный ты ребенок Божий или ты неистинный ребенок Божий? Это говорит о том, что ведет ли тебя Дух Святой. Да, написано, что дети Божьи, они что? Они водимы Духом Божьим. Вот кто тебя ведет, да? Какие тебе духи ведут? Какие тебя мысли ведут? Какие тебя желания ведут? В этом мире много чего, куда нас ведет. Но Писание говорит там конкретно, что дети, истинные дети Божьи, даже в новом переводе написано, они ведомы или они водимы Духом Божьим. Аллилуйя! Вот почему нам нужен Дух Святой, друзья. Мы без Него не сможем здесь. Мы без Него погибнем. Здесь так написано. Мы не сможем без Него жить духовной жизнью. Мы не сможем без Него верить. Мы ничего без Него не сможем. Он нас, наш настоящий помощник. Но ты знаешь, иногда мы забываем, что у нас есть помощник. И мы снова и снова уповаем на себя. Мы уповаем на свои силы, уповаем на свои способности. Сегодня уже как бы эта тема, она уже начала раскрываться. Я буду просто продолжать и говорить на эту тему, что если мы не отвергнем себя, да, свое человеческое, то Божье, оно не сможет проявляться в нашей жизни. Вот поэтому здесь, в этом послании к римлянам, мы много-много-много здесь читаем, в этой главе, именно о том, что делает Дух Святой, что Он делает в нашей жизни, что Он хочет сделать. И дальше написано, потому что Дух, обретенный нами, это Дух Святой, Он не превращает нас в рабов и не вызывает новый страх, а превращает нас в детей Божьих. Аллилуйя! Только Дух Святой может сделать это чудесное превращение. Знаешь, это не какая-то магия, там, сейчас превращается, это превращается вот это, это превращается. Да, это то, что превращается, значит, изменяется, значит, получается что-то новое, что-то необыкновенное. И здесь нам сказано, что это Дух Божий, который превращает нас и делает нас детьми Божьими. И с этим Духом мы восклицаем, Ава, Отче! Каким Духом? Духом Божьим. Потому что Дух Божий, Он говорит через тебя, самое лучшее, что можно сказать, говорит, «О, у меня есть небесный Отец». Слава Богу, я не сирота, я не одинок, я не покинут, я не оставлен, у меня есть Бог. И мой Бог, Он мой еще и Отец. Слава Богу! И кто это говорит? Это говорит Дух Святой. Сам Дух, обращаясь к нашему Духу, подтверждает, что мы дети Божьи. Аллилуйя! Что делает Дух Святой? Какое уникальное служение у Него, какие уникальные слова говорит для нас Дух Божий. Он обращается, и Он подтверждает, потому что у кого-то есть сомнения, действительно ли я принадлежу Богу, действительно ли я спасен, действительно ли я... Нет, это Дух Святой говорит, да, если ты рожден свыше, ты знаешь, потому что Дух Святой тебе свидетельствует. Дух Святой обращается к кому? К нашему Духу, потому что Дух Святой живет в нашем Духе. Удивительно. Удивительно, знаете, когда переводчики переводили вот эту главу, в каких-то местах они даже не знали, а где Дух Человеческий, а где Дух Божий, а где с большой буквы написать, а где с маленькой буквы написать. Почему? Потому что Дух Святой настолько близко к нам, что мы даже порой и не можем его различить, где Дух Святой, а где наш Дух, потому что Он живет в нашем Духе. Слава Богу! Почему Он живет в нашем духе? Потому что Бог хочет действовать через наш дух. Это то несотворенное, что есть у нас. Мы все, так сказать, тварные. То есть мы сотворенные. У нас все сотворено. Тело, душа, все это сотворено. Но наш дух, он имеет несотворенную природу Бога. Это уникально. Это уникально, что единственное, что у нас есть несотворенного, что у нас есть действительно от Бога, это наш дух. Он имеет вечную жизнь Бога. Потому что в нем живет сам Бог. Там живет Святой Дух. И Он восклицает, и Он радуется, что Он в нас. А мы иногда забываем, что Он в нас. И думаем, мы такие несчастные, мы такие... Нет, мы дети Божьи. И Дух Святой об этом хочет сказать тебе, напомнить тебе. И дальше написано, что, а если мы дети, то мы и наследники Божьи. Слава Богу, знаешь, это мы иногда не знаем и не получаем никакого наследства, может быть. У нас не было там богатых каких-то родителей, кто-то нам богатых дядюшек и тетушек, когда ты где-то читаешь, что кто-то кому-то оставил такое наследство. Но ты знаешь, Бог, Он позаботился о каждом из нас. И для каждого у Него есть свое наследие. Для каждого. Ты понимаешь? И поэтому Дух Святой, Он-то все это видит. Мы иногда это не видим. Наш, так сказать, внешний человек, Он не догоняет, Он не понимает, Он не видит. И Он живет видимым миром. Говорит, а где мое наследство? А где вот это? Дайте мне потрогать. Дайте мне посмотреть. Дайте мне посчитать. Но наш внутренний человек, там живет Дух Святой. И Он радуется. Он говорит, да, ты просто еще не увидел. Ты просто еще не узнал, что ты Божий наследник. Слава Богу! Аллилуйя! Поэтому Иисусу было так важно донести это послание Духе Святому. Он говорил, что если кто не родится от Духа Святого, он не войдет в Царство Божье. Просто это пропуск для нас, Царство Божье. И вот я еще раз скажу, что наш Дух, Он несотворенный. Он имеет Божье несотворенную природу, потому что там живет Дух Святой. Слава Богу! И поэтому Иисус говорил Никодиму, да, тебе нужно родиться от Духа Святого, чтобы войти в Царство Божье, чтобы стать новым творением. Тебе нужно родиться от Духа Божьего, потому что рожденное от плоти есть что? Есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. И мы это все много раз слышали. Но хочется сказать о том, что наша плоская внешняя природа, наш внешний человек, конечно же, он сосредоточен на внешних вещах. Мы живем в этом внешнем мире, и вот мы все это внешнее видим, и у нас вот это все внешнее окружает, у нас это все внешнее беспокоит. А что будет вот здесь? А что будет так? Что будет в этом мире происходить? Но Бог нам говорит, что наше время – это время жить в Духе. Слава Богу! Это быть вводимыми Духом Божьим. Это научиться видеть мир Святого Духа, мир Божий, где живет Бог. А в чем он занимается? О чем он мыслит? Куда он движется? Аллилуйя! И ты знаешь, что он говорит, что это приносит нам свободу. Это убирает страх, потому что люди часто боятся в этом мире многих вещей. Они говорят, о, как мое будущее, о, как мои дети, о, как моя работа, как то, как то, вот будет вот это. Но когда Дух Святой приходит в твою жизнь, Он дает тебе удивительную свободу. Потому что Он говорит, да, это внешний мир, но у тебя есть внутренний мир, потому что у тебя есть внутренний человек. Это духовный мир. И Дух Святой, да, Он дает нам удивительную свободу. Жить, мыслить по-новому, видеть по-новому, воспринимать мир по-новому, не как его воспринимает этот мир. И это делает нас свободными, потому что люди внешнего мира, люди, которые окружают нас, они полностью зависят от этого мира. Они полностью зависят, что будет в этом мире, то будет с ними. Это, конечно, тоже влияет на нас. Но Бог говорит, что на нас влияет кто-то больше, чем кто в этом мире. На нас влияет сам Господь, на нас влияет Дух Святой. И вот это влияние Духа Святого, оно дает удивительную свободу. Оно дает удивительную радость, потому что ты понимаешь, что у тебя сам Бог твой Отец. И Он восклицает, говорит, посмотрите, увидите, какое у вас богатое наследие, какое у вас вообще, какое у вас будущее прекрасное. Аллилуйя! Почему? Потому что это то, что Бог принес в нашу жизнь. Никто это не мог принести в нашу жизнь. Никто не мог это сделать. Но это сделал кто? Сам, сам Бог. Смотрите, я вам еще буду читать сегодня отрывки. Второй Коринфяна написано, что Христос умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Итак, кто во Христе? Новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Понимаешь, что это новое? Новое, да, это духовная жизнь. Это не внешняя жизнь, потому что мы привыкли к внешнему. И Бог с нами работает, чтобы, что сегодня говорилось о вере, что как можно научиться верить, видя невидимое? Как можно научиться верить Богу, которого ты не видишь? Как можно верить, что там просто написано в Библии? Как это можно верить? Но вот именно вот эта новая природа, новое рождение, которое есть в нашем духе, это есть новое творение. И вот жизнь нового творения, это совершенно другая жизнь. И если мы этого не увидим и не поймем, то мы всегда будем жить в страхе. У нас не будет того, у нас может произойти вот это, и это, и это, потому что мы смотрим на внешние вещи. И когда у нас есть какие-то внешние вещи, у нас есть там деньги, например, у нас есть там здоровье, у нас что-то есть, и мы как бы спокойны. Почему? Потому что мы привыкли доверять внешним вещам. Но что здесь сказано в Слове Божьем? Здесь сказано, что это было, когда мы жили без Бога. Но когда мы стали жить с Богом, Бог говорит, что началась новая эра, новая эпоха, новая жизнь. Теперь написано, все новое. Аллилуйя. А тебе нравится все новое? Все новое. Как говорил Кейн Хейген, мы не обновленный матрас, который заплатки поставили, а мы совершенно получили новую природу от Бога. Совершенно. Этого никогда не было. Но это сейчас есть в нашей жизни. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это что? Ценили, любили и радовались этому. Слава Богу! Почему мы еще не радуемся, так как мы должны радоваться? Мы иногда так слышим, проповедики говорят, вы должны бы этому радоваться. Все сидят с такими каменными лицами и как бы, да, ну, конечно, ну, вроде бы я и радовался, но я не могу радоваться. И наш внешний человек, это тот человек, которого мы видим, это наша душа, это наше тело, это то, что сотворенное. И вот это вот внешнее, оно является большой преградой внутреннему. Понимаете? Потому что внешнее, понятно, оно зависит от внешнего, оно полагается на внешнее, оно верит внешнему, но оно не научено жить новой жизнью. И поэтому вот эта духовная новая жизнь, это как-то абстрактная какая-то жизнь. Может быть, кто-то слышит, вот мы там говорили, да, моя жена говорит, вот мы отдали там все и отдали. Я рассказывал часто свидетельства людям о вере, и люди на меня вот так смотрели, и они мне не верили даже, что я им это рассказывал. Понимаете? Потому что когда ты не пережил в своей жизни чудеса веры, ты не веришь. Потому что это они все придумывают, они все это придумали, этого не может быть. И поэтому Бог хочет сокрушить вот это твое внешнее, на что ты привык уповать, за что ты привык держаться, что ты привык ценить. И пока это сокрушение не произойдет, не откроется эта сила веры, не откроется вот эта новая жизнь, жизнь по духу. И вот эта борьба, она происходит, потому что внешний не хочет отдавать. Оно боится вот этого нового, это новое, духовное, неизведанное. Это какая-то жизнь веры, она какая-то страшная, она непонятная. Я не понимаю, как это может быть. Да, мы много чего не понимаем, потому что наш внешний разум не понимает этих вещей. Но поэтому нам сказано обновляться духом ума. Аллилуйя! И вот мы говорим сегодня об этом, что внешне оно будет противиться чему? Внутреннему. Я вам прочитаю, Галатом написано, «Я говорю», это говорит апостол Павел, «Поступайте по духу». Ну, легко сказать, да, «Поступайте по духу». Ну, апостол Павел говорит, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть противится духу, а дух противится плоти. Они друг другу противятся». Понимаешь, вот эта старая природа, эта внешняя природа, она противится всему новому. Даже вот ты, может быть, здесь сидишь, и что-то в тебе противится. И ты чего-то вот не хочешь, и ты вот хочешь чего-то другого, чего тебе хочется там, да. И ты понимаешь, что есть вот это сопротивление, есть духовное сопротивление, есть сопротивление, внешнее сопротивление. Почему? Потому что апостол Павел говорит, «Да, живите по духу». Да, Бог хочет, чтобы мы жили по духу. Ну, все ли мы живем по духу? Мы даже не знаем иногда, как это жить по духу, как это доверять духу Божьему, как быть вводимым и духом Божьим. Что дальше написано? «Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Не то делаете. Знаете, иногда я слышу, люди говорят, «Да, я вот для Господа хотел бы то, я хотел бы это, я хотел бы вот это». Я думаю, ну, хорошо, посмотрим, насколько ты действительно это хочешь. Потому что иногда проходит время, и видишь, человек уже забыл все, что он рассказывал, все, что он хотел, все, что он там планировал. Куда это все исчезло? Куда это испарилось? Оно испарилось, потому что было противление, и человек не победил это противление. Это внешнее, да, оно всегда хочет доминировать. Над чем? Над внутренним, над духовным. И поэтому, когда особенно мы соприкасаемся с Богом, когда мы служим, мы понимаем, что действительно те вещи, которые хочет сделать Бог, их нельзя сделать человеческой силой, их нельзя понять человеческим разумом. И поэтому Бог хочет от нас сокрушение старого, чтобы вот это новое, оно поднялось, и оно проявилось. Потому что оно старое, как мы читаем, оно препятствует новому. Знаете, старое, оно ревнует новому, потому что, о, всегда было все по старому, а сейчас все по новому. Я не хочу по новому. Я хочу по старому, как я привыкла, говорит плоть, как я привыкла жить, как я привыкла думать, как я привыкла поступать. Знаете, в Библии мы часто приводим пример Марфы и Марии. Все помнят пример? Две сестры. Марфа и Мария, там известная история, что Иисус пришел к ним домой, а Марфа, она готовила угощение, она была недовольна, она приходит к Иисусу и говорит, посмотри, моя сестра ничего не делает, сидит и просто тебя слушает. На что Иисус есть что сказала? Мария избрала что? Она избрала благую часть, она избрала самое лучшее. И вот знаете, я в этих двух сестрах, я вижу, это как бы есть внешний человек, наш внешний, который что-то хочет делать своими силами, он все понимает по-своему, он считает, что надо так, что надо вот так. А внутренний человек, духовный, это как Мария, она хочет духовных вещей. Она сидела у ног Иисуса, она его слушала, и это ей нравилось. И Иисусу это нравилось самое главное. Слава Богу! И ты понимаешь, вот в нас происходит вот эта борьба, потому что внешний человек, он чего-то хочет делать, а непонятно, а зачем он это делает? Вот зачем? Я в тот раз говорил, что она спросила Иисуса, Иисус, ты что, борща хочешь или картошки хочешь? Она ничего не спрашивала, она просто, Иисус пришел, надо его кормить, надо ему что-то давать. Но Иисус говорит, я пришел совершенно не для того, чтобы вы мне давали, я пришел вам дать. И поэтому Мария, да, она тянулась к Иисусу, она тянулась к духовному, и поэтому наш внутренний человек, куда он тянется? Он тянется к Богу. Смотрите, что пишет Павел. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие поесть борща, поесть картошки. Где находит он удовольствие? В Римлянам написано в 7 главе. Где он находит удовольствие? В законе Божьем, в Слове Божьем. Вот, говорит, что нравится Марии. Вот, что нравится духовному человеку. Он называется в Библии внутренний человек. Где он внутренний? Вы его видите? Нет. Вы видите только какого человека? Внешнего человека. И что еще Павел говорит? Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлей, то внутренний со дня на день обновляется. Внешний человек. И какой еще? И внутренний. Мы состоим из двух. Из двух. Два в одном, так сказать. Есть внешний человек. Да, он стареет, может болеть. Он хочет есть. Он всегда что-то хочет. Но у нас есть еще что? И внутренний человек. Скажи, внутренний человек. Халлелуи. И что с ним происходит с этим внутренним человеком? Он обновляется. Слава Богу. Он любит Бога. Он любит Слово Божье. Он любит присутствие. Это не внешний человек. Это внутренний это любит. Слава Богу или нет? Халлелуи. И поэтому у нас эта борьба. Она есть эта борьба. Душа противится. Плоть противится. Наша душа, кстати, она всегда была владычицей нашей жизни. Потому что, как только мы родились, нас начали учить, нас начали воспитывать. И в основном это касалось нашей души. Это касалось нашего разума. Воспитание, образование. Что нас учили именно таким образом думать. Именно таким образом поступать. И душа, она всегда была главная. Потому что в душе есть воля. Она решает, что делать, что не делать. Но когда пришел Господь, Он говорит, что власть поменялась. Теперь должна быть не власть нашей души. Да, старой, не обновленной. Но власть кого? Власть духа. Жизнь по духу. Вот о чем говорит апостол Павел. Но есть эта борьба, есть это противление. Старая не хочет пускать новое. Новая не соглашается со старым. Поэтому иногда ты думаешь, что вот так или вот так, или так. Да. Но лучше избрать то, что нравится Богу. Правда? И поэтому, когда мы говорим, что именно вот это старое, да, вот это внешнее, оно мешает, оно противится. Но что нам говорит, да, Бог? Бог говорит, что вы много инвестировали, вы много вкладывали в свою душу. Вы много там читали, смотрели, слушали чего-то. Но сколько мы вложили в свой дух? Если сопоставить, да? Сколько мы вложили в свой дух? Вот именно в то, что дал нам Господь. Потому что Писание говорит, что посеет человек, то и пожнет, да? Это сеющий в плоть. Что он пожлет? Тление, да. То есть вот это внешнее, что мы так ценим, и что мы так любим, и что мы, к чему мы так порой стремимся, это все временно, говорит Господь. Но оно все однажды исчезнет, его ничего не останется. Но сеющие в дух, что это будет? Это касается вечности, это касается Бога, это касается твоей будущей перспективы. И поэтому Бог хочет заострить наше внимание и сказать, ребята, если вы будете точно так же жить, как раньше, вы не увидите небесной перспективы. Вы не обрадуетесь тому, что я хочу делать. Вы даже и не поймете того, что я хочу делать в вашей жизни. Тех чудес, да, тех прекрасных событий, которые есть в моем сердце, чтобы это исполнить. Потому что внешний человек будет блокировать это, он будет мешать, он будет противиться. Но, если у нас, если у нас выход, друзья, у нас есть всегда выход. Аминь. Поэтому Писание сравнивает, Иисус это сравнивает, и Он говорит, что внешний человек, он как бы вот это, как внешняя оболочка, она такая, может быть, твердая кажется. И Он говорит в Евангелии от Иоанна, что если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, что оно останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Видите, поэтому, когда мы говорим, как Бог действует, когда надо отдать все, надо отдать себя всего, надо посвятить себя всего, надо действительно пойти где-то вот на этот риск. Это риск. Вера, она связана с риском, потому что ты не знаешь, как оно будет. Ты доверяешь Богу, как это будет, не знаю. Мы еще там не ходили, мы еще там не делали, и когда мы отдавали все, что у нас было, это был большой риск. Но ты знаешь, это было свидетельство в духе, что тебе так надо поступить. И, конечно же, Бог тебя не заставляет, но когда у тебя есть вот этот духовный подъем, ты хочешь делать то, что говорит тебе Господь. Почему? Он и вдохновляет нас быть ближе к Нему. Когда ты ближе к Богу, идет больше Его внимания, больше Его влияния, больше Его действия. И ты тогда готов рисковать. Слава Богу! Знаешь, вдова тоже рисковала. Ей нужно было все, чтобы было отдать, сделать и отдать не себе, а отдать Божьему человеку. Но она это сделала. Она послушалась голоса Божьего. Потому что она не просто послушалась человека, она послушалась Бога в лице этого человека. Аллилуйя! Потому что когда мы слушаем какие-то проповеди, да, это не сам Бог приходит тут на сцене, но Он использует нас, Он действует через своих служителей. И поэтому, когда мы слышим, как мы реагируем, готовы мы или мы не готовы, хотим мы или мы не хотим. Поэтому Иисус говорит, что если зерно, семя не умрет, да, это процесс, умереть, это значит полностью, что измениться, да. И поэтому, когда Бог говорит о сокрушении нашего внешнего человека, Он сравнивает это с семенем или с зерном, да. Сама суть-то не в оболочке, как мы все понимаем, правильно? Сама суть в чем? В самом семени, да. А это семя, оно внутри. Точно так же, как это наш дух, наш внутренний человек. Вот где сокрыта наша сила, наше богатство. Потому что там Господь находится. Оно говорит, но если это внешняя часть, до которой мы привыкли уповать и держаться, если она будет не сокрушена, то семя, оно не сможет расти. И вот это, о Survivor. Надечье! С вами был Игорь Кналkun. Игорь Кналфа. Продолжение следует... Продолжение следует...